Добрый день, уважаемые коллеги! Я Петруничева Надежда Николаевна, заведующая детским садом 31 Красносельского района. Сегодня хочу познакомить вас с новыми инновационными технологиями, которые используются в нашем детском саду. Использование инновационных технологий невозможно без развития предметно-пространственной среды. О том, как удалось ее организовать в нашем детском саду, вам покажут наши педагоги. Я педагог-психолог Филинова Юлия Николаевна. В своей работе с детьми я использую различные методы и сегодня я хотела вас познакомить с методом, который называется Сент-Арт. Преимущество этого метода – процесс прост и приятен, не требует никаких специальных умений и навыков, и сам материал песок необыкновенно приятен. Рисование песком дает возможность трансформации, мгновенного изменения творческого произведения, без потери его красоты. Песок позволяет расслабиться, недаром говорят, что он заземляет негативные эмоции, снимает стрессы и внутренние зажимы. Такие занятия будут интересны не только детям, но и взрослым. Ребятки, а сейчас мы нарисуем стишочек руками. Нарисуем? Да! Давайте вместе со мной скажем, что делать после дождика? Что делать после дождика? Показали свои пальчики и сверху вниз попрыгали по лужицам скакать. Молодцы! Стоп! Вместе со мной! Что делать после дождика? Что делать после дождика? Кораблики пускали! Нарисовали сердиночки кораблик. Раз! И парус к нему приделали. Два! Два! Нарисовали такую радугу. Что делать после дождика? Что делать после дождика? Да просто улыбаться. Улыбнулись всем. Показали большие пальчики. И вверху поставили. Ну что, получилась у нас такая смешная рожица? Дорисуйте, как вы хотите. Сначала надо погладить планшетик к окошечку. Потом посолить, не забыть. И летучки напустить с дождиком. Обязательно посолить. Хорошо. Так, ребятки, перед нами с вами другой песочек. А сейчас закройте, пожалуйста, глазки. И представьте какое-нибудь животное. Когда я хлопну в ладошки, вы будете меняться местами. И продолжать делать чужое животное. Маленький кусочек сделали от животного. Поменялись местами. Что у нас получилось? Что у тебя получилось? Какое животное? На что похоже? На лошадку. На лошадку, на жирафа, да? На жайка. У тебя на зайку похоже. Жирафа загадала. Получился жираф? Здорово. Молодцы. А теперь давайте все-все опять в одну большую кучку сделаем большой-большой вулкан. Я Жданова Ольга Валерьевна, воспитатель высшей категории. В своей работе по развитию творческих способностей детей я использую не только традиционные приемы, способы и методы обучения. Дети по своей природе – исследователи. В них есть неутолимая жажда новых впечатлений, любопытства, постоянное стремление экспериментировать. Поэтому я стараюсь добавить в свои занятия материалы и инструменты, которые изначально не предназначены для изобразительной деятельности. Так, использование пены для бритья, как материала для рисования, создает положительную мотивацию на создание рисунка, способствует развитию воображения, креативности, будет фантазию и, конечно же, дарит массу положительных эмоций. Кто это у нас сегодня в гостях? Моряк, да? Он у нас плавает по морским просторам. У вас тоже можно смакать морская такая пена. Смотрите, значит, что мы нашли с вами в пене. Рыбах, водоросли, ракушек, жемчужинку. Давайте мы их сегодня нарисуем, но не обычными красками, а сделаем объемные краски из пены для бритья. Что нам сначала нужно добавить, Миша? Клей. Так, Злато, что? Краску, пену добавить. Давайте приступим к работе. Открывайте ваши красочки. Давайте кладем красочку в свою баночку. Одну лобку? Ну, давайте на ваше усмотрение. Сильно не трясем краску. Мы добавляем клея. Для чего клей добавляем? Чтобы наша пена не осела, правда же? Чтобы она была пушистая такая же. Добавляем пену. Как вы думаете, голубой фон что означает? Море. Море. А цвет охры? Песок. Песок. Молодцы. Мы должны с вами наклеить основу, по которой мы будем выкладывать нашу пену. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Замечательная, правда, ребята, у нас работа получилась. Морячок, тебе нравится этот пейзаж морской? Кивает головой, понравился. Он у нас не пропадет, не исчезнет. Эта пена вся засохнет и останется такой же объемной, красивой. И рыбки будут, и водоросли, и раковины, и жемчужинки. Все как настоящие. Молодцы, ребята. Вы замечательно сегодня поработали, постарались. Спасибо за вашу работу. Меня зовут Краус Анна Владимировна. Я музыкальный руководитель. В своей работе я применяю методику элементарного музицирования Карла Орфа. Методика преподавания по системе Карла Орфа – это прежде всего возможность дать детям импровизировать. Мы отдельно учим детей пению, мы отдельно учим детей танцевать и отдельно слушаем музыку. Сидя на стульчиках. Методика Карла Орфа предлагает слушать музыку, двигаясь, играть на инструментах и петь одновременно. Или вообще все вместе танцевать с инструментами и подпевать себе при этом. И только в таком триединстве и Карл Орф, и я теперь уже считаю, возможно развить музыкальное восприятие маленьких дошкольников. Желтый лист кружится, Желтый лист кружится, Медленно летит, Медленно летит, Дождь неугомонный, Дождь неугомонный, Капает, стучит, Тихо бродит по дорожке Осень в золотой одежке Где листочком зашуршит Зелененький маракасик и артемчик Где листочком зашуршит Раздается громкий стук Это дятел Стук да тук Дятел делает дупло Днем и тихо, и тепло Ветерок вдруг налетел Где наши тамбуринчики желтенькие Ветерок вдруг налетел По деревьям пошумел Громче забывает Ручки собирает Дождик день И дождик дом Все звенит, шунит, поет Осень яркая идет Спроси что-нибудь у Ули Ой, поругалась она на тебя Ну-ка ты ей отвечай А теперь ты у нее что-нибудь спроси Раз, два, три Раз, два, три Раз, два, три Молодцы И все вместе Е-хо-хо